Друзья, привет, с вами как всегда Джамбу Макс и у меня срочные новости для всех. Ребят, название не кликбейт и попрошу максимально поддержать этот видос лайками. Если наберем на этом видосе 5000 лайков, то среди своих подписчиков я разыграю Xbox Game Pass Ultimate на 3 месяца. Давайте попытаемся этот видос вывести чуть выше остальных. Очень рассчитываю на вашу поддержку, друзья, короче, давайте к самой сути видео. Вчера, а точнее сегодня утром в 4 часа утра по московскому времени прошло шоу The Game Awards 2019, где мы должны были узнать о номинации игр за текущий год и увидеть несколько новых игр. На данное шоу приехал Фил Спенсер и никто не ожидал такого. На самом шоу показали тот самый Project Scarlet. Если кто не в курсе, то это Xbox нового поколения. Называться следующий Xbox будет Xbox серии X. Если что, это официально, нифига не слухи, ни концепт и нифига не кликбейт. И по сути вы сейчас видите то, что выйдет в 2020 году и будет новым поколением консолей Xbox. Итак, что же нам стало известно о этой консоли? Сама консоль будет выполнена в строгом стиле, что соответствует названию Xbox. Напишите, кстати, в комментариях как вам дизайн, а то ребята уже мемчики вовсю строгают. Консоль можно будет ставить как вертикально, так и горизонтально. И по отношению с геймпадом консоль выглядит реально габаритно. И немножко смахивает на умную колонку. Новая консоль будет консолью нового поколения. И будет поддерживать игры всех предыдущих Xbox, как это было заявлено ранее. То есть все игры Xbox Original, Xbox 360 и Xbox One можно будет запустить в новом поколении, то есть на Xbox серии X. Сама консоль будет в 4 раза мощнее Xbox One X и при этом будет очень тихой. По информации сети ее не будет слышно вообще. На самом деле сложно представить, так как ранние консоли не особо-то гудели, а это вообще видимо слышно не будет. Обещает полную поддержку 4К с 60 и 120 FPS. А еще поддержку технологии VRR. Также упомянули, что будет возможность поддержки 8К разрешения. Но куда больше, чем 4К я даже пока не представляю. Помимо этого стало известно, что на борту установлен новый кастомный NextGen процессор AMD Zen 2 с поддержкой технологии трассировки лучей. А также собственно запатентованная технология VRS. А еще стало известно, что на консоли будет установлен сверхбыстрый SSD-шник. Насчет нового контроллера. По сути он мало чем отличается от нынешнего. Размер нового контроллера будет соответствовать размеру линейки контроллеров поколения Xbox One. И единственное, что будет там нового, так это кнопка поделиться, которая располагается в центре геймпада. Ну по сути это кнопка share, как на геймпаде PlayStation. Также слегка переработана передняя панель и чуть изменена крестовина. Остальное вроде так же, как и на геймпаде Xbox One. Если что, геймпады от Хуана тоже будут поддерживаться, поэтому не выбрасывайте. Пока это лишь первая официальная информация после показа, и думаю, что в течение нескольких дней мы получим еще много новостей касаемого нового Xbox. А также думаю, что в скором времени узнаем о ее новых функциях, поскольку просто мощного железа будет маловато. На самом деле я немножко в шоке, ибо я проспал ту трансляцию, так как не думал, что на ней покажут что-то интересное. И бам, вдруг показали новый Xbox. Короче, я в шоке. Я на самом деле пока не могу отойти от этой новости, так как я даже не ожидал, что покажет новый Xbox, и думаю, что этого никто не ожидал. Лично я думал, что анонс нового Xbox будет вообще на отдельном каком-нибудь шоу, но нет. Вчера Фил явно удивил. Напишите в комментариях свое мнение, что вы думаете о новом Xbox. Еще раз повторяю, что это официально, не концепт, не диквид. Это реальный дизайн и официальная информация о новом Xbox. В следующих видео я постараюсь держать вас в курсе всех новых событий, и обязательно поддержите это видео лайком, подписками, и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. В общем, обязательно напишите в комментариях, что вы думаете о Xbox серии X, и если вы вдруг что-то интересное еще прочитали, узнали, то тоже напишите об этом в комментариях. На этом у меня все, большое спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok